всем большой привет приветствую вас всегда на канале он называется за графика я создала новый у меня был старый но тем не менее я хочу развиваться в этом направлении и готова делиться с вами полезной информацией сегодня поговорим о кистях вот у меня такая хапка хочу рассказать о кистях побольше о своих дополнительных инструментах о том как выбрать кисть для вашего формата в котором вы работаете также как понять что кистью уже вышла из строя куда я дальше можно использовать и вообще о всех лайфхаках и штучках которые связаны с кистями желаю вам приятного просмотра жду вас всех комментариях ставьте лайк подписывайтесь я вам буду очень рада давайте уже наконец скорее начнем это мои кисти я ими работаю маслом они все почти все вот по моему нет вот это одна это натуральный ворс а все остальные это искусственный у меня есть более широкие кисти для больших форматов и для подмалевка и более мелкие кисти для текстурного мазка и еще самые микро линеарная кисть не смотрите что над к пушистая она просто высохла вообще она складывается такую тоненькую полосочку и естественно потом можно делать ей тоненькие тоненькие линии также есть микро кисточки вообще для того чтобы делать супер мелкие детальки вот кисть вот такая тоже кстати рублев они все ну как бы вот пушистенько когда намочишь или наберешь материал они намного лучше выглядят так и хочу вам показать еще одну кисть свою вот если видите вот эти две они как бы довольно таки новые хотя ну я ими работала ну просто уже по новее чуть будут они конечно же и выглядят получше чем вот эти кисти потому что не так много отработаны но я думаю вы видите разницу где супер рабочие кисти как выглядит ручка и когда кисточку пора менять менять ее пора когда она начинает вот ворсинки как бы загибаются в другую сторону здесь склеивается основание кисточки вот где приклеиваются ворсинки туда забивается краска она засыхает вот как здесь забилась краска точно также либо какой-то лак зависимости от того я уже не помню чем я работала но в по идее как раз когда она перестает гнуться и вообще выполнять свою функцию потому что вот эта кисточка она реально уже расслоилась раз лохматилась вот если вот эту еще можно как бы оставить то вот это очень сильно лохматый но если видно я думаю понятно в чем суть также ручка уже разбалтывается вот это крепление и многие конечно же художники любят длинную ручку она очень очень длинная если видно как бы сравнение с обычной кистью и с длинной ручкой а в чем суть художник держит кисти за край как бы за кончик кисточки и как бы его кисть продолжает нет не так художник держит за край кисти соответственно он делает более размашистые движения и кисточка повторяет именно это движение они точечно мы держим не так есть а более как бы расслабленно и подальше для этого и существует как раз таки чтобы показать направление именно движения руки как раз таки существует длинная ручка мне не очень заходят длинные ручки ним не мешают и вообще но я работаю мастихином также еще вам покажу самую печальную кисть моем наборе это уже то что отработал первых у нее нет половины ручки и во вторых она опять точно также разлохматилась эта кисть от колос и очень уже много лет одна из моих первых кистей она скошенная и просто каменная на даже не гнется деревянным просто то есть ей можно только что-то подковырнуть наложить к это материал на поверхность то есть все равно она есть моей коллекции можно ручкой что-то размешать что-то снять ну в общем для каких-то технических вещей я ее использую но все равно я ее не выкидываю оставляю и возможно дальнейшем произойдет круговорот кистей и я уже скажем так эту выброшу и у меня появится например вот такая то было куплено на замену ей кстати номерки похожи а это только это и а это би то же самая серия та же самая история только это прямая и вот она уже как бы думает когда и выйти из строя но пока еще строю на более длинную не ворс если видно и не скошенная прямой поэтому не значение by а у этой скошенной эй так ну что давайте приступим я покажу сейчас как рисуют эти кисти попробуем каждую я буду использовать гуашь а трос и лиловую и покажу какой мазок выполняет каждая из кистей вот такая краска у меня будет сейчас мы откроем верно вот так сделаем бумага у меня текстурная поэтому может быть будет виден какой-то мазок давайте начнем вот с кисти от колос это очень классная марка я очень люблю меня много кистей от колос именно для масла потому что проверенная временем марка не подводит меня естественно ну со временем они выходят из строя покупаю новые цена в принципе достойная не самая бюджетная но не самая дорогая то что среднячковая достойная кисть у них там есть и синтетики есть и натуральная щетина в общем марка супер есть и в наборах мне очень нравится но здесь длинная ручка хотя вот в этих эти вот кисточки были наборе здесь короткая так ну давайте начнем я беру кисточку набираю немного краски сейчас посмотрим какой мазок она делает я думаю здесь будем начинать то есть можно делать квадратный мазок либо вот так сделать тоже более такой интересный то есть я крест на крест делаю также можно сделать пап какой-то в основном это вот штриховочные такие движения так давайте к следующей перейдем все кисти я потом буду мыть я и буду аккуратно помещать его баночку и промывать от краски вот так так дальше у нас тоже кистит колст номер четыре когда серия снова опять злина ручка сейчас хочу сравнить номерочки а здесь номер один а это четыре понятно почему а это у нас номер 16 и вот какая разница я это помню тоже закруглено а вот это прямая кисточка а здесь скругленные края то здесь именно видно что был срез сделан и это называется кисточка кошачий язычок поменьше побольше очень тоже мне нравится будем пробовать сейчас шире точно также можно делать ровные линии можно проводить подчеркивать текстуру но смотрите вот эта кисточка от колос она подойдет как раз таки для вот такого небольшого скетчбука размера опять вот это 16 уже будет большего то и скорее всего она подойдет только для заливки какого-то фона для больших пространств то есть какие-то прямо мазки очень интересные но мелкие я не думаю что можно сделать такой кистью хочется больше размах сделать и тут можно сделать только какой-то фон заливку этой кисточка поэтому вот 16 тоже большего то для такого формата давайте вот наберем да вот уже видно скошенный край границу можно чуть-чуть промокнуть кисточку и протянуть нет вот этого ровного краешка то есть она делает больше заливки длины большие точнее заливки уже толщей линии я бы я писала вот наверное вот так вот как то так интересный мазок получается чуть-чуть подсохнет вот вот то есть неоднородная текстура как раз таки и создается вот таким вот и на фоне тоже вот таким вот большим большой кисточкой чтобы вы не тратили много времени на заливку именно фона она как раз таки и для этого предназначена но для каких-то маленьких деталей я не рекомендую ее брать так дальше у нас кисточка будет от роз и это прямой срез одна из моих фаворитов очень добротно сделано ручка похоже на рублев очень классного здесь крепления даже увесистей чем колос к это прям на тему монументальная кисть я очень и довольна и думаю уже нужно искать замену так как она уже разма размахлилась разлох матьилась но она все еще рабочая давайте пробовать принципе они особо ничем не отличаются ну прям так слишком заметить разницу я думаю не очень выйдет но видите тут уже край вот ровный получается что этой кистью можно делать вот она размахлилась я набираю краску и начинаю в таптывающими движениями вот так вот сюда делать мазки вот то есть это может быть сухая опять точно также как раз таки и вот для таких геометрических форм создана эта кисть сейчас я намочу немножко что обычно я маслом работаю не горши и такими кистями для гоши я покажу дальнейшим кисточку своим нет сухой на мне намного больше нравится и более квадратный мазок хотя тоже очень прикольный наверное многие академисты оценят то кисть в работе более квадрат да и линию ну вот если хочется какой-то даже махристая она очень классно делает смотрите не полностью линию но интересно достаточно интересно так давайте перейдем к следующей кисти я ее обмою чтобы она не подсыхала так же эти обмою тоже вообще это вам нужно взять за правило что кисточку после каждого сеанса рисования все таки стоит помыть либо вот от масла помыть все таки это ваши рабочие инструменты я считаю что нужно за ними ухаживать следить потому что иначе они просто будут вас подводить и быстро выйдут из строя я всегда мою свои инструменты после каждой работы давайте теперь попробуем мелкие кисточки вот такие а потом уже широкие где останется место ну эту я думаю я пробовать не буду кисть свою вот попробуем вот эти три вот эта синтетика пишет в принципе точно так же у нее тоже такой же срез прямой только она немного меньше это даже какая-то детская наверное кисточка из детской канцелярии это тоже кстати колос рублев и global nail сейчас соединяем ну маслом она конечно получше соединяется но в основном она соединяется вот в такую ниточку набираем прокручивающим движение не ковыряем краски в принципе это не нужно и ее нужно немножко расписать сделать я держу за край не здесь держу кисточку а вот за краешек держу чтобы она делала движение вот так вот так вот так вот так я думаю стоит еще немножко намочить ага вот уже тоненько класс тоненько 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 то есть нужно найти баланс именно вот этой вот воды и краски чтобы она легко легко шла а можно толще сделать толще тоньше толще тоньше потом мы перейдем к акварельным кистям я думаю можно там отследить вот кстати можно еще и такие делать мазки не знаю сейчас давайте еще раз наберем водички еще надо же новую бумажку брать и там пробовать даже такие можно мазки делать но в основном эта кисточка работает тонкими 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 линиями я тут уже весь листик испасала вот видите прямо тоненько тоненько либо вот так кладут и ведут так давайте посмотрим еще манюськи это я для масла для очень маленьких деталей брала рублев синтетика в основном я набираю густокраску и вот делаю там глазки ротик носик какие-то отдельные элементы я бы не сказала что ее можно тонко писать но и это не прям не квадратная кисть скошенная ну тоже тоненько но не так как той линеарной линеарной даже лучше линия выходит чем этой это принципе точно такая же только потолще больше похоже на квадратную ну когда это у меня допустим в одной краске это в другой вот как то так взаимозаменяемые кисти это все синтетика для масла у меня щетины почти нет вот это кстати если посмотреть то это синтетика мягче и по-моему это даже похоже на имитацию то есть она намного мягче а это прям прям жесткая сильно жесткая мне кажется там запись отключилась уже это идет 9 секунд осталось я вам не показала вот эти кисточки я думаю в принципе понятно как они рисуют просто они отличаются шириной и конечно же для для вот этого маленького формата я бы выбрала только вот эту кисть манюзьку по ширине и скорее всего я бы делала ей просто вот так вот заливку фона ну либо вот такими мазками то есть туда-сюда туда-сюда для холста 50 на 70 я выбираю вот эту вот широкую кисть это у меня единичка это три четвертых а это одна вторая вот как-то так то есть это единичка это три четвертых и это одна вторая они шли в наборе и чем больше кисть тем больше ваш формат естественно я для такого опятого не возьму свой флейц из натуральной щетины поэтому у меня будут какие-то мазки странные очень если я буду его использовать для своей работы в таком блокноте будет очень что-то непонятно не ясно я не рекомендую использовать именно такой флейц широкий я не знаю что можно сделать какие-то нестандартные брызги какие-то маленькие детальки но все равно ну интересно я имею в виду детальки но все равно то есть чем больше чем шире кисть тем больше формат вашего холста вот как-то так это тоже кисть рабочая давайте теперь переходите к кистям для акварели я сейчас переверну листик и покажу вам еще свою акварельку после каждой работы запомните это себе как за правило нужно всегда убирать все материалы закрывать плотно чтобы все не было герметично так будем тестировать вот здесь на новом листике вот у меня есть такая акварель это ван гог я делала обзор на нее естественно это все в работе то что вы видите я ничего не мыла ничего не убирала вот как оно есть естественно после каждой работы желательно это отмыть но иногда требуются такие цвета либо работа не закончена она еще сохнет поэтому вот как есть также у меня еще есть две коробочки здесь тоже есть акварельки они правда ну как бы не зафиксированы прям так это у меня акварель от ренессанс ну давайте вот этот цвет мне кажется он прикольный будет и можно еще какой-то выбрать красную английскую красную не вижу давайте в другой посмотрим коробочки я здесь пока это так положу еще у меня есть коробочка тоже от ван гог это очень интересные цвета давайте вот эту возьмем прикольно будет хотя можно взять такой же фиолетовый как как и был у нас ну либо вот английскую красную давайте пробовать у меня здесь я пока их вот так сделаю у меня здесь представлены кисти для акварели а конечно же я в акварели работаю больше кистями которые во-первых имеют короткую ручку мне это очень удобно во-вторых кисточка для акварели должна держать воду то есть она должна набирать много воды и иметь тоненький кончик чтобы можно было сделать широкий мазок и заливку и тоненький-тоненький кончик какие-то детали прописать поэтому вот у меня только такие как бы бочоночки или как это назвать нету ну я конечно же могу взять свою кисть из синтетики скошенную но я предпочитаю вот работать такими кистями самое мое любимое это как бы смешно не было это нейлон номер 10 самая бюджетная дешманская кисть по-моему гривен 30 то есть 1 доллар она очень круто рисует шикарные заливки и она из синтетики ну и конечно же лучшая из моих кистей это моя любовь и вообще моя гордость но я очень редко я работаю так как она очень много воды набирает хочется ей писать только на широком точнее на большом формате на таком блокнотике не попишешь потому что она нальет сюда очень много воды и вся бумага расквасится это ван гог 2 номер 2 была еще единичка еще побольше это натуральный ворс по-моему это козочка мне так кажется я напишу в описании под видео также у меня еще есть вот я нашла это запасная кисть у нее нету вот видите кончика остренького кончика нет а какой то такой еще более круглый срез не совсем универсальная но как запасная лежит также у меня еще есть кисть от колос опять же это белочка классическая ну естественно ее нужно намочить чтобы она стала остренько как эта тоже очень крутая у меня сначала была изначально моей первой кистью это была маэстро вот синтетика номер 5 уже видите кончик согнулся ее уже нужно утилизировать и потом на замену ей когда я уже начала развиваться в акварели я взяла конечно же колос вот сквером написано это белочка так ну это вообще какая то детская кисточка вот это тоже маэстро тоже для каких то дополнительных работ даже вот если вышла из строя можно вот брызги делать какие то заливки для чего то ненужного вот что то отмыть вот например вот здесь отмыть можно палитру так еще покажу свои кисти я вот эту кисть это фаберкастел была мной привезена из Австрии это кисточка с контейнером для воды она шла вместе с блокнотом но ее можно купить по отдельности прикольная штука вот это вот продавалась в АТБ точно такая же история но в чем их отличия конечно же фаберкастел намного круче здесь написано пуш сюда набирается водичка нет кручу сейчас ну здесь раскручивается вот здесь да вот раскручивается сюда набирается водичка ну тут колпачочек и вот можно надавливать и вода поступает в кончик и можно делать красивые картинки но в чем прикол их это дорожные кисти дома я не очень использую видно у меня здесь даже и воды то нет вот в этой есть хотела вам показать набрала это очень сложно на нее нажимать не такая мягкая как фаберкастел вот тут чуть прижми и уже прям много воды а это прям тугая чувствуется просто разница в пластике и по размеру если видно то что намного отличаются и фаберкастел конечно поприятнее держать в руках я думаю стоит переплатить пару долларов за такой бонус так ну что давайте пробовать с чего начнем думаю мы все кисти посмотрим я думаю начнем с вот нейлона такая большая большая сейчас я наберу водички размочу ее не буду много набирать вот у нее остренький кончик уже появился ну давайте вот я опять же кисть не возюкаю вот так вот а я беру ее и прокручиваю прокручиваю так же нужно возможно размочить акварельку сюда чуть чуть больше воды и я опять чтобы набрать воду я прокручиваю просто я не могу сюда кисточку как бы положите прокрутить ее краску вообще лучше так набирать ну давайте начнем будем делать интересный мазок можно тоненько сделать прям тонюсь ки либо сделать такую заливку прямо прямо заливку заливку давайте еще больше цвета хочу еще больше цвета и либо тоненько смотрите как круто и она конечно очень много воды льет прям очень нужно набрать с ней очень много воды видите какую я уже заливку сделала и тут кстати подчеркивает эта акварелька текстуру холста вот давайте еще наберу капну вот смотрите вау 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 пошли эффекты но в целом она делает сейчас еще набираем 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 делает мазок более широкий давайте к следующей приходить будем пробовать иван гог второй номер файн хер написано это ван гог второй номер файн хер royal talents написано у нее уже не такой острый кончик даже с тем учетом что я ее размочила ну такая кисть давайте вот этот поярче цвет возьмем вот я кладу прикладываю и прокатываю сейчас водички еще больше ой я боюсь что тут много будет воды я уже чувствую как она набралась воды очень сильно сейчас все соберем если видно сколько тут набралось кончик не такой острый можно как прямом этак сделать тоненький можно но очень осторожно в основном это какие-то заливочки делать ей очень прикольно ну очень много воды нальет я для такого формата и конечно не рекомендую потому что бумагу поведет можно как тонко-тонко то шире тонко-тонко шире вот то есть я что тоненько потом прикладываю и делаем азочка так давайте еще посмотрим вот белочку тоже 5 раз мочу вот такая белочка у меня сейчас она чуть-чуть придет форму тоже не остренький остренький кончик то наклоняется знаю нужно ей больше времени чтобы размокнуть давайте другой цвет возьмем какой-то яркий давайте вот отсюда возьмем из ренессанса опять же я беру и прокручиваю кисть ни в коем случае не ковыряю я вот так вот прикладываю и прокручиваю как это ворсинка здесь попалась вот это прям идеальная белочка конечно она не льет так много воды для этого формата она очень крутая все видно тонко и толсто тонко и толсто толстенько тоже у меня бумага закончилась да вот можно вообще тонюсики делать видно прямо круто ух ты вот эта белочка от колос прям рекомендую она делает то же самое что и кисть от нейлон вот это белочка и вот эта кисть от нейлон они в принципе похожи единственное тут 10 номер а тут 6 просто она поменьше так ну давайте посмотрим еще вот эти кисточки я не буду показывать так как они ну совсем детские же такие знаете когда вообще кисточки нет это похоже на белочку была куплена ей на замену но уже просто видите у нее кончик погнулся она вся растрепалась из этого будет не такой еще тоненький мазочек вот этот получатся давайте попробуем вот эта кисть здесь есть водичка сейчас наберем размочить берем здесь и я буду на похоже вот кстати на вот эту кисть просто чуть поменьше тоненько тоже можно и допустим я хочу воды подать ей вот ведь я капаю и мне очень сильно нужно нажимать на вот если видно каплю там как бы можно справляться но она требует очень сильного нажатия чтобы появилась какая-то жидкость и но это никак не способствует вашим в вашей работе красивый какой-то в общем нужно постараться еще выдавить эту каплю из этой кисточки даже не знаю где она сгодится мне не очень такая история нравится мне больше нравится ну вот разве что делать вот так как-то вот так и туда капать краску потом знаете куда капнем капнем вот такую например да вот сюда заведем чуть-чуть вот это я набирала да фиолет вот ну то есть я капаю и пошла капля вот да ну бумагу страшно ведет от таких манипуляций даже не знаю к чему это такое придумано скорее всего это какой-то дорожный формат у меня вот лежит без дела если честно намного круче фаберкасту она работает по такому же принципу просто не нужно очень долго нажимать вот так вот на эту пластиковую емкость чтобы выдавить воду это как-то по ходу движения получается то есть ты чуть поднажимаешь и она сразу выдавливается очень такой плавно получается вот самая ну самый круче конечно белочка и нейлон так давайте переходить уже к другим кистям еще у меня остались еще забыла показать вам кисточку у меня есть вот в наборе от Ван Гог я ее редко пользуюсь она похожа на вот эту вот белочку и на вот эту кисть на кисть вот такую в принципе они однотипные очень тонкий кончик и широкое основание редко я использую это большая походная кисточка плавнобори тоже синтетика аккуратно положить ладно это потом сделаем давайте я сейчас переверну листик и возьму другие кисти вернусь к вам вот это мне уже нравится комбинат очень красиво получилось так сейчас вернусь вот и вот так это все